Здравствуйте! Меня зовут Ирина Лямшина и я рада вас приветствовать на своем канале, который называется Иришка Леа. Сегодня я продолжу свой рассказ о том, как я расписывала шиповник. Здесь я рисую листья. Для этого я использую кисточку, которая называется лепесток, а также кошачий язык. Она имеет куполообразную форму. Для росписи я использую два цвета. Один синий-зеленый, а второй я сейчас намешиваю в белый, синий, зеленый, желтый. И набираю на самый краешек кисточки и рисую листья. Переход между этими цветами получается очень плавный и красивый. Сейчас я буду рисовать веточку. И здесь тоже веточку. После того, как нарисованы листья, я рисую фон темно-синим цветом, который добавит глубину нашему рисунку и подчеркнет белые цветы. заполняю все пробелы, пустые места. вот здесь я использую более светлый тон. таким образом подчеркиваю листья и плавно увожу от темного к светлому. то есть наш рисунок потихонечку растворяется в перспективе за счет того, что мы делаем фоновые листья по краю более светлым цветом. вот здесь я тоже беру более светлый тон, чем листья окружающие цветы. растет до закрепила ребят когда в спин на стол Сейчас я рисую веточку, не используя дополнительного цвета, поскольку основная функция этой веточки придать изысканность. Главное это ее силуэт на белой бумаге. Продолжаю рисовать. И дополняю рисунок такими веточками. Можете обратить внимание, что они стали намного светлее. Таким образом мы тоже создаем глубину. Чем ближе веточки к композиционному центру, которым является белый цветок распустившийся, тем они более темные. Дорисовываем последние штрихи. Стебельки нарисовать коричневым цветом. Наша картина практически готова. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова